Полный зал красивых и улыбающихся дам. Это сегодня они могут себе позволить выглядеть не так, как обычно, и вместо формы надеть платье. Накануне Международного женского дня сотрудницы Ленинского районного управления внутренних дел собрались вместе, чтобы принять поздравления от мужской половины коллектива. Я от всей души поздравляю всех девушек нашего коллектива управления внутренних дел и в целом всех девушек нашего района с наступающим праздником, днём 8 марта. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Всего самого наилучшего семьям, родным, близким. По расхожему мнению, женщины любят ушами. Наверное, поэтому мужчины читали милым дамам стихи и пели песни о любви. Среди сотрудниц внутренних дел, которые изо дня в день стоят на страже порядка, в зале присутствовали две на вид хрупкие женщины, случайно ставшие героинями дня. Они не служат в полиции, однако накануне 8 марта получили почётные грамоты за активную жизненную позицию и проявленную высокую гражданскую ответственность. В день защитника Отечества, прогуливаясь с детьми в районе 6 микрорайона, они стали свидетельницами потасовки. Пара молодых людей, находясь в алкогольном опьянении, жестоко избивала взрослого мужчину. Женщины тут же вызвали полицию и скорую помощь, но пока те ехали и сами не побоялись предпринять меры. Они начали уходить, мы их успели только сфотографировать со спины, потому что мы две женщины, нам страшно было их физически задерживать, для того, чтобы была возможность потом их опознать. И они, видимо, из-за своего состояния даже не поняли, что они его убили. По происшествии, наверное, минут 20, они просто обратно по улице шли, мы их увидели, ну и уже мужчинам сообщили, что вот это эти преступники, ловите их и задержали. Таких бы женщин в наши ряды, говорят сотрудницы УВД, но сами героини дня в полиции служить бы не хотели. Они обе счастливые жены и мамы, а вот не быть равнодушными к другим людям – их жизненный принцип. Мне, конечно, приятно, что нас поздравили, но жаль, что это по грустному поводу, а не более радостное какое-то событие. В будущем, если, не дай бог, будут такие подобные ситуации, так же будете себя смело проявлять? Конечно. Единственное, возможно, даже еще смелее, да, потому что, как впоследствии выяснилось, что мы были свидетельницами окончания событий, да, когда они уже добивали мужчину. И, может быть, если бы мы крикнули, там, сейчас вызову полицию или что-то, не было бы этого последнего смертельного удара. Как поется в популярной песне «Сильное, смелое» – эти слова легко можно отнести не только к этим двум храбрым девушкам или сотрудницам внутренних дел, а к большей части женского населения нашей страны, которые заслуживают внимания и цветов не только 8 марта, а 365 дней в годом. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.